Сегодня мы пообщались о заболеваниях лёгких, о болезнях лёгких, о профилактике этих заболеваний, как их лечить. О заболеваниях лёгких, о лёгких самих как органах человек должен знать, что всё, что мы вдыхаем, наш образ жизни, курение, оно реально вредит, очень сильно вредит этим органам. От работы лёгких зависит функционирование всего органа в целом, поэтому нужно содержать эти органы, эту систему дыхательную в правильном, бродоспособном виде. Лёгкие, к сожалению, органы, которые чаще всего страдают у украинцев. Чаще всего украинцы обращаются в больницы именно с бронхитами, с воспалениями лёгких, с онкологией. Рак лёгкого – это первая причина смертности в Украине. К сожалению, у нас такая статистика очень негативная, мы неправильно себя ведём, не обращаем внимания на эти органы. А что, мы много курим или неправильно дышим? Украинцы много курят, дышат не тем, чем надо. У нас, к сожалению, воздух достаточно загрязнён, химически загрязнён, загрязнён телами инородными, типа пылью. Грязи достаточно много. Кроме того, мы не профилактируемся, мы не лечим бронхиты хронические, мы не делаем рентген ежегодно, как это надо делать. И это, к сожалению, часто приводит к таким запущенным формам заболевания. А как вы методы профилактики, что можно было бы делать? Ну, прежде всего, это, конечно, банально, это отказ от курения. Надо начинать всегда с этого. Кроме того, конечно, это физически активность. Спорт, физическое здоровье, оно очень хорошо влияет на ёмкость лёгких, на работу этих органов. Это, конечно же, работа, если работать в условиях загрязнения, в респираторах. Это лечение хронических заболеваний, притом не только лёгких, но и, в принципе, организма. Потому что заболевания инфекционные где-то в организме могут очень сильно влиять на работу именно лёгких. Вот это такая основная профилактика. Ну и хороший, правильный сон. Много людей работают в офисах. Как офисы? Есть специфика кондиционера, офисы вот в этом? Конечно. Кондиционеры, к сожалению, их очень редко правильно обслуживают. Кондиционеры должны правильно чистить, потому что кондиционер – это источник бактериального загрязнения воздуха. Если он не почищенный, там размножается огромное количество бактерий. Есть даже отдельное заболевание, легенелёст, так называемое. Очень тяжёлое, очень редкое, когда инфекционные агенты размножаются именно в самих решётках кондиционера. Кроме того, люди, которые находятся в кондиционерном воздухе, они дышат не свежим воздухом, они дышат просто охлаждённым, который циркулирует по кругу. Мы же в Приморском городе, и мы должны пользоваться этой возможностью. То есть это пробежки возле моря для людей с сидячим образом жизни очень будут полезны. Крайне. В Украине ежегодно регистрируется около 5000 новых случаев заболевания рака лёгкого. В Украине очень распространён туберкулёз, о котором мы поговорим на следующем, за эти следующие раскисения. В Украине люди не следят, у нас огромное количество молодёжи болеет хронической формой бронхита. И, к сожалению, с каждым годом эта статистика только расширяется и увеличивается. То есть у нас негативная сейчас пока что ситуация.